В средневековой Европе им лечили многие болезни, называя сладким лекарством. А сегодня во всем мире он вкусный символ Рождества и зимних праздников. Имбирный пряник с легкой руки авторов этого забавного календаря отмечает день рождения. Искать ароматное лакомство долго не пришлось, как, впрочем, и тех, кто был бы не против его испечь к празднику. Семья Жариновых пригласила нас на чай. Мама Лены печет пряники вместе с сыном Тимофеем для своих друзей. И, как у настоящих кулинаров, у них уже есть свой секретный ингредиент. Проверенный рецепт хозяйки уже можно записывать прямо сейчас. Ставим тесто в холодильник на час, после чего раскатываем и вырезаем фигурки. Ароматерапия на кухне и дети заняты. Имбирный пряник – полезное лакомство. Цедра апельсина, пряности и мед. Это настоящий витаминный заряд. Смотрите, у меня рыба квадратная. Так это же не рыба, это духи. Рыба-то у тебя вот. Восемь минут, и наши пряники готовы. Остается только расписать. Традиция печь всей семьей ароматные пряники с ягодами, орехами и травами существовала и на Руси. Пряниками встречали родственников, отмечали различные праздники. А вот пряник разгонный получали засидевшиеся гости, как намек на то, что пора и честь знать. Конечно, это очень сплочает всех нас, наших детей. Делает нас одним целым, одной большой семьей, одной командой. Вот мы еще как-нибудь соберемся переменее. Мы дарим даже не навыки, мы дарим воспоминания о счастливом детстве. Научатся они чему-то там печь или не научатся. Это даже не так важно. Все равно останется воспоминание, что вот это ощущение счастья, ощущение семьи. Пряники такие вкусные, что я бы мог их есть каждый день. Наши пряники удались на славу. Как говорится, без комментариев. Юлия Черняева, Василий Калдашов. События.